МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Война – это не только боевые сражения, потери и горе. Война требует холодного расчета, мужества, быстрого принятия правильных решений. Войне необходимы не только солдаты, пушки, танки, оружие. Война требует огромных финансовых затрат. Война разрушает не только семьи, но и экономику государства. Мобилизация усилий для обеспечения победы в Великой Отечественной войне осуществлялась в 40-е годы не только на фронте, но и в экономике, социальной политике, идеологии. Главный политический лозунг «Все для фронта, все для победы» имел важное практическое значение и совпадал с общим моральным настроем советских граждан. Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз вызвало мощный патриотический подъем всего населения страны. Многие люди добровольно записывались в народное ополчение, сдавали свою кровь, участвовали в противовоздушной обороне, жертвовали деньги и драгоценности для фонда обороны. А деньги стране были необходимы как никогда. Фронтам была нужна техника, а ей – самолетам, танкам, машинам – горючее. За годы войны Красной Армией было израсходовано более 13 миллионов тонн топлива. Великая Отечественная война потребовала неизмеримо большего расхода горюче-смазочных материалов в сравнении со всеми предыдущими военными периодами, которые вела Красная Армия после Гражданской войны. Стоит ли говорить, что для успешных военных операций фронтам была необходима своевременная поставка топлива? Особо сложная обстановка создалась в первые дни войны. В соответствии с мобилизационным планом, наибольшее количество транспорта с горючим было направлено фронтам. Одновременно с этим, из-за вынужденного отступления наших войск, началась эвакуация горючего из прифронтовой полосы. В результате встречных перевозок на железнодорожных узлах и даже на перегонах скопилось около 8,5 тысяч железнодорожных цистерн с топливом, которые подвергались налетам вражеской авиации. Война застала страну врасплох. Но благодаря духу патриотизма всего советского народа и слаженным действиям каждого удалось отстоять свою родину и прогнать врага с наших земель. У меня уже было 16 лет, я уже школу закончила, курсы, бухгалтеров закончила. В году? Да, курсы бухгалтеров закончила. И еще воспитателем было детей, потому что эвакуировали с России детей к нам туда. А я сама из Красноярского края, сибирячка, чистая сибирячка, мои родители всегда были, а теперь никого нет. Приехали с воинской части, искали людей, ну такие более-менее грамотных надо было. И она вот, так как она закончила школу, и вот ее забрали в воинскую часть, и вот она попала в воинскую часть, и 33, как это у нас тут у них, 33-94, и вот она уже в ней была там до конца. Они обслуживали Второй Украинский фронт, там и танки, и самолеты, они снабжали горючим. Мама – одна из тех, кто не щадил своих сил и каждый день вносил свой вклад в приближение победы, рассказывает дочь труженицы тыла Ольга Шафрыгина. Семья тогда жила в Красноярском крае. Как и повсюду, село в то время осталось без мужчин. Основную рабочую силу в 40-е годы составили женщины и подростки. Поскольку я закончила бухгалтерский отчет, меня поставили вот в летной части завскладом горючего. И вот этим завскладом горючего я до конца войны с этим горючим, с этим запчастям, с этими машинами, и вот маленькая, и все, дочкой меня. Ну, мне попал хорошо начальник нашей части, подполковник был Беликов Иван Семенович, он сам белорусец, ну, там и другие еще были. Ну, вот, и он меня все время дочкой жалел. Во время войны детей с линии фронта эвакуировали вглубь страны, в том числе и в районы Красноярского края. Нина Шафрыгина успела поработать и воспитателем в одном из таких детских приютов. С 44-го года труженица тыла провела в военной части по обеспечению фронта в горючем. С этой бочкой. Надо ее закатить на сане, если только зимой. Надо ее или на телегу, там, на повозку закатить, эту бочку. Как поставишь? Некому. Шофер садится, я в кабинку, мы с ним едем. Вот так везем, куда там нам положено. Говорить никогда нельзя, ничего, все секретно. Вот эту бочку поднимаешь сама, пуп надрываешь. Война не щадит никого, говорит Нина Шафрыгина. Чем ближе ее часть подходила к линии фронта, тем чаще попадались и вражеские бочки с горючим. Топливо в те годы было на вес золота, а потому в ход шли и немецкие емкости, если такие попадались на глаза советским воинам, рассказывает Нина Шафрыгина. У них такой металл мягкий. Менется бочка. А наша бочка ничего не мнется. И вот эти бочки, здорово, на них еще обручи. И вот за эти обручи, вот нашу бочку, правда, тяжело было взять, потому что у нее ничего нет, только вот что закручивается, так подымаешь. А там вот эти колеса надетые. И вот эту бочку, попробуй ее подыми, 80-литровую эту бочку. Поставляя фронтам, горючая служба доставки топлива не раз попадала под обстрелы. Стоит ли говорить, как за ними с небес охотились немецкие бомбардировщики. Подорвать кортеж с топливом было серьезной победой для немцев и сильным уроном для советского фронта. Нина Шафрыгина вспоминает, как однажды, спасаясь от фашистских обстрелов, чуть не погибли. Он прыгает, как прыгать? Потом он вот затормозил и меня взял, толкнул. Прямо я так кабинку открыла, и он меня толканул. Я покатилась в эту ямку. А он сам себе в свою сторону туда прыгнул. А я еще говорю, а куда я с вами? Нет, говорит, ты давай до сюда. И вот он туда прыгнул, а я сюда. А этот паразит бросил бомбу. Он посмотрел, что стоит кузов, и в нем в кузове пустые бочки. Ему же те ставят там, куда надо. Оттуда везли пустые уже бочки. Так они, машины маленькие, вот эти газики-то. Немного там ханило бочек. Пустые. Ну, видит, что бочки, значит, сейчас я дубухну им, подправлю такую конфетку. Но молодая девушка Нина Шафрыгина тогда выжила и встретила победу. Ее часть тогда располагалась в Украине, в Винницкой области. О военном времени вспоминать не любит. Долгое время ее дети даже не подозревали, что их мать была так близко к линии огня. Мама нам ничего не рассказывала никогда. И в каком-то, наверное, в 90-каком-то году мы жили на земле в Узбекистане. И на 9 мая, 8 мая, вдруг приходит фотография, открытка. Ее военкобат поздравил с юбилеем. Какой-то, я вот сейчас не буду просто говорить, не помню, какой-то был юбилей. Может быть, не помню, может быть, 40 лет. Ну, пришла открытка, и мы так удивились, мы даже не спрашивали. И вдруг пришла открытка, поздравляет ее с Днем Победы. Мы, вот с тех пор, нам стало интересно, вот мы ее стали допекать, чтобы она нам рассказала, она ничего не рассказывала толком. И вот когда... Нет, с тех пор поздравляют вообще. И когда я уже жила в Москве, мне просто было интересно. Я в 94-м году вот сделала запрос в архив центральной военной. И действительно, вот пришла архивная справка, что она действительно воевала. Не воевала, тут написали, что работала. На воинском складе, ее, значит, она попала туда, она в 44-м году, 23 апреля. И была она там по 15 февраля 45-го года. В маминой семье воевали, досталось вот ей и старшему брату. Ну, повезло обоим, оба остались живы. Дядь Коля, вот он и ранен был, и контужен, да. Он тоже вот вернулся, слава богу, жили. И вот он тоже ничего не рассказывал, как вот собирались и спрашивали. Вот как-то, может быть, тяжело им это вспоминать. Во время записи интервью Ольга Шафрыгина, рассказывая своей матери, плачет. Сейчас, живя в мирное время, в спокойном и тихом городе, сложно представить, что довелось пережить народу в годы войны. Погибли миллионы солдат, мирных граждан. За четыре года Советский Союз лишился 13 миллионов детей, будущего своей страны. Мы должны были отомстить, говорит Ольга Шафрыгина. Мы просто обязаны были прогнать наших земель гитлеровцев. Потому что мы были все вместе, потому что это горе на нашу землю пришло. Напали-то на нас, и горе-то досталось все нашей земле. Как бы ни крутили, да, ведь эта вся история нападает все время нам. Сколько раз Россия, ведь Россия ни на кого не нападала. А сколько раз приходилось защищаться, вот так вот вставать всем народом, прям столько положить жизни, чтобы теперь вот мы жили так вот, жили спокойно, здесь счастливо. Ведь 27 миллионов потерять жизни, да, молодых людей, детей. Да, это же вообще, это сейчас просто даже страшно подумать вот об этом, что столько было жизней положено для того, чтобы мы сейчас вот так вот жили здесь спокойно. И людей этих сейчас все меньше и меньше, вот остается. И они ведь уже сейчас плохо что помнят, а раньше тоже. У меня очень много родственников с ее стороны в это воевало, двоюродных. Никто ничего не рассказывал. Война показывает слабые и сильные стороны государства. Война беспощадно убивает народ. Война не считается ни с чем и ни с кем. История любой войны – хороший пример для следующего поколения. Мы не должны повторять печальную историю, говорит Ольга. Историю своего народа нужно просто знать. А 9 мая, как напоминание о страшных годах, должно остаться в календаре красным днем еще на несколько столетий. Это наша победа, которую даже некоторые хотят отнять, принизить ее сейчас. А это наша победа. Столько жизни никто не положил. Даже фашистская Германия, она насколько потеряла народу, ствобу меньше. Столько, сколько потерял Советский Союз во время войны. Вместе взятые все страны не потеряли. Это наша победа, которую мы завоевали кровью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok